Вот так вот я его сдавил и устанавливаю на место. Здесь он на втулке стоит, поэтому он свободно движется. Ролики живые, что один, что второй. Помпа тоже живая. Вот метка на коленвале, про которую я говорил. Отлив на крышке и зуб на шестерне. Шестерню мы снимать не будем, сальник мы менять не будем. Откручиваем звезды с распредвалов. Но этого очень важно. Вот это, что мы видим, что это. Сухи, помниться. И вот он, что не будет. И вот он. Субтитры сделал. так вот это нам надо будет снять она потому что крепится к верхней части головка на 10 два болта и с другой стороны такая же штучка есть пыльник который закрывал закрывает ремень ГРМ изнутри мешает ролик здесь три болта но теперь откручиваем вот эти все болты которые у нас крепят распредвалы ну и сальники потом уже сразу снимем открутил все болты теперь потихонечку поддеваем и 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 но все в принципе мы добрались воздушного подпора у меня нету который вкручивается место свечей давление воздуха подается и воздухом клапана держится можно рассухаривать удобно я сделаю по старинке выкручу свечи и по очереди в каждый цилиндр немножко буду наталкивать бельевой веревки и поджимать клапана веревкой и здесь уже смогу рассухарить коромысла сейчас поснимаю все коромысла здесь с роликами идут компенсаторы трогать не буду на месте останутся и будем потихонечку рассухаривать снимаем коромысла протер маленько сверху старую прокладку там герметик прокладку убирал где сейчас продую на свечи чтобы выкрутить ничего не упало также нарвем ткани и позатыкаем все отверстия куда у нас может упасть сухарик воздухозаборные свечные масло сливные вот эти топливные все сейчас затыкаем выкрутим свечи смесь богатая но свечи все живые заткнул все отверстия куда могут упасть сухарики получилось 16 тряпочек потом когда вытаскивать это без свечей когда уже будем собирать перед тем как собирать будем вытаскивать все это посчитаем со свечами будет 20 штук но я их пока не затыкал потому что вал сейчас буду еще крутить подопрем сейчас клапана взял кусок арматуры просверлил отверстие и закрутил болты таким образом у меня есть упор в которой я теперь могу упираться рассухаривателем сейчас я подвел второй и третий цилиндры верхнюю мертвую точку и рассухариваем получается у нас 4 с одной стороны клапана и 4 с другой стороны клапана которого можно сделать за один заход рассухариватель наш для 16 клапанных старые колпачки выдергиваю такими кусачками ну зажимами специально для колпачков вот колпачок смотрим чтоб на направляющей не осталось резинки от старого колпачка нет нету ничего все чисто новые колпачки оригинально используем номер м.д. 184 303 идут вот такие по одному штучки упакованные 16 штук скрываем над двигателем не скрывая здесь скобы чтоб не упали вот такой вот колпачок устанавливаем вот такая удлиненная головка на 11 здесь фасочка снята садится ровно на колпачок и по руке чувствуется когда он садится на место звук меняется а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, вот таким образом меняем все колпачки Сначала 8 штук, которые мы заменим на втором и на третьем цилиндре Потом выставляем верхнюю мертвую точку первого и четвертого цилиндра И также меняем на них Колпачки везде одинаковые на этом автомобиле Продолжаем Все, заменил я все 16 колпачков Старые Вот они находятся Ну и конечно они дубовые Теперь здесь я площадку почистил Протер Тряпочки я пока не вытаскиваю Сейчас берем Моем коромысло Моем постель Распредвалы И начинаем все это укладывать Вытаскиваем все тряпочки Все, все тряпки вытащил И укладываем на место По порядку как снимал Так и ставлю Коромысло И укладываем распредвалы Мажем маслом постели Укладываем распредвалы Распредвалы Мерс Сверху Моря Мерс Мерс Сейчас мажем герметиком вот эти места, где у нас есть проточки желобки, тонким слоем. Набиваем желобок и закрываем крышку. Также вот сюда укладываем новую прокладку. Номер прокладки сейчас не скажу. Упаковка разорвана, в пакете шла оригинальная. И наносим герметик. Герметик я нанес. Также немножко мажу шейки распредвала. Вот так нанес герметик. И укладываем. Здесь, где торцы, где сальник у нас подходит, тоже промазываем аккуратненько все. Сальники я пока не ставлю. Поставим их после того, как затянем. Продолжение следует... Подтягивай. Теперь вставляем сзади заглушку. И датчик положения распредвала со второй стороны. Наносим герметик. Здесь кольцо резиновое. Нового не брали, поэтому устанавливаем на герметик. Здесь есть вот такая меточка, вверх идет. Также датчик устанавливаем. Тоже наносим герметик. Тоже наношу герметик. И с торца лишнее убираем. Вот этот верхний болт мы сразу крышку с болтом заводим. Что жàng como ядом заводим. Болт наживил, но пока не подтягиваю. А теперь протягиваем все бугеля. Все, я протянул. Еще я пройдусь так проверочно. Герметик вот видно ровным слоем выступил со всех сторон. Также и здесь. Сзади вот на стыке. Здесь вот внутри на стыке видно. Это как раз, когда его не совсем много намазываешь. Вот здесь снаружи немножко я мазанул лежку. Сзади нормально, а здесь многовато выступило. Но с внутренней стороны хорошо. Теперь наживляем второй болт на крышку. И закручиваем их оба. Теперь закручиваем свечи. Закручиваем свечи. Берем новую прокладку клапанной крышки. Я уже ее поставил. МД-350-570. Установил ее на место, ставим и наживляем. Наживляем и протягиваем. Ставим новые сальники МД-153-103В. Галочка. А зачем она В? В не надо. 153-103. Вот так круто. Вот такая вот оправочка. Вот такая вот оправочка. Все, кромка и оправка ложится на этот край головки и на край клапанной крышки. И получается дальше перебить сальник уже нам не дает. Ставим шестерни.